Долгожданный и очень волнующий момент для многих террориумистов. Часто задают вопрос, а как змеи размножаются? Как они спариваются? Ну вот на видео вы как раз этот момент видите. На видео у нас очаровательная самка императорского удала с острова Хог. Ну и самец. С того же острова. Ну явно, что они не с этих островов, конечно. Разводилось это все уже в России. Вполне возможно, что даже... Ну нет, не в Краснодаре. В Краснодаре пока еще никого не видел, что такие красавцы разводились. Вот, но надежда у меня такая появилась. Самка половозрелая, самец тоже. Как мы можем заметить, вот он самец. Он возлегает сверху на самочке. Вот он сверху. Голова у него заканчивается где-то здесь. У самки голова заканчивается там. Дальше чуть-чуть. Вот я уже их 3-4 дня не трогаю. Они тут разворошили все. Попереворачивали потихонечку. Черепаха искусственная, так как декор. Половые органы у них находятся вот здесь вот. Если быть конкретнее, то где-то вот здесь вот. Ну вот самка пока не дается, но она явно не сопротивляется. Когда самка не желает спаривания, она брыкается, ползает. Тут, скажем так, она дает возможность за собой ухаживать. Но пока прямого контакта не дает. По-хорошему, вот эта вот часть должна быть снизу. То есть, под хвостом самки. Вот тогда самец может совершить, так сказать, проникновение. Которое в дальнейшем даст возможность получить потомство. Очень хочу от этих удавов получить потомство. Потому что у них очень необычный окрас. Не характерны в целом для императорских удавов. Поэтому они, как это именуется, с острова Хог. Еще если бы... Ну вот даже, скорее всего, вот здесь вот, скорее всего, находятся половые органы. Но мы опять же пока этого не увидим. Потому что пока они еще снаружи. То есть, самец, когда получает доступ к самке, он начинает, собственно, весь процесс. Еще есть такой момент интересный. У них есть... Как они называются? Крючки, не крючки. Ну, в общем, около половых органов у них определенные... А, коготки вот. И, соответственно, там два коготка, которыми они делают стимуляцию. Ну, происходить это должно здесь. Но пока этого не происходит. Ну, соответственно, если вдруг у нас этот процесс пойдет, я вам его покажу. Ну, скажем так, нужно быть очень аккуратным, дабы не спугнуть и не нарушить процесс. Поэтому мы наших новобрачных временно покидаем. И искренне надеюсь, что появится потомство. Если появится, я с вами обязательно поделюсь им.